Привет, маленькие друзья, а также их родители! В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки отвечают на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас. Давайте узнавать правильные ответы и учиться вместе! Зачем комар пьет кровь? Потому что он кровью питается. Чтобы он мог дальше жить, чтобы у него было жизнь впереди, он этим питается. Потому что у него мозг длинный и в конце острый. Ну, чем-то же ему надо питаться. Потому что они хотят выезжать. Ну, чтобы питаться. Ну, потому что они этим питаются. Ну, потому что комары – это его еда. Комары – это же как бы вам бил. И он пьет кровь из-за людей. Ну, например, люди питаются тем, чем им положено. Наверное, комары такими родились, и им надо было именно кровь пить. А то, если они что-то другое съедят или выпьют, то они могут уменьшить. Я так думаю, что он злой и нажалливый. Потому что, наверное… Наверное, потому что им нравится кровь. На вкус, наверное. Наверное, любит кисленькая кровь. Такое. Ну, это типа ему воды. Комарики кушают. Когда-то у нас было большое дерево, мы окно закрывали. А нас с мамой кушали. Мы не знали, но мама одного комара задавила. Ну, у нас такие вот лавки получаются. И когда кровь уходит, она козу-то держит, чтобы она ровная была. А потом коза надувается, и у нас чешется. Из-за крови, если комар пьет много крови, то он толстеет. Поэтому мальчик. Когда, например, я сплю, он так противно жужжит и пищит. Он мне всегда ночью летом спать мешает. Это для них еда. Мальчики, ну, они такие чуть-чуть грозные, не как девочки. Вот они и пьют кровь. Это его еда. Комариха. Комары, мальчики. Я думаю, что мальчики. Потому что девочки не могут работать за них. Девочки могут отдыхать. А мальчики должны все работу делать. Но иногда девочки помогают. Он ночью кусается, а потом днем мы тесемся. Ей надо как-то питаться, чтобы питать своих детей. Кушают людей и выпивают кровь. Ну, не все. Мальчики тоже живые, но они не могут. Самки комаров пьют кровь прежде всего для размножения. Как и самцы, они могут пить воду и нектар и жить без питания кровью. Но большинство видов и популяций комаров кулицит, к которым относятся кровососущие, без питания кровью не способны к размножению. Кровь, в отличие от нектара, пища, богатая белками. Белки, содержащиеся в плазме и эритроцитах, перевариваются в кишечнике комарихи, а образовавшиеся аминокислоты используют для синтеза белков и ее яйцеклеток. Цикл питания, переваривания пищи, откладка яиц по-научному называется гонотрофическая гармония. А некоторые виды комаров, например, городские, приспособились к откладке яиц без кровососания. Их популяции живут в полузатопленных подвалах городских домов, где вода часто содержит достаточно органических веществ. Их запасают при питании личинки, и самки этих комаров могут отложить первую кладку яиц без кровососания. Для следующих кладок нужно питание кровью, но популяция может существовать и увеличивать численность неограниченно долго и без этого. К сожалению, инстинкт кровососания у самок этого комара не исчез, и жители некоторых городов они донимают даже зимой. Викторина. Миллион вопросов. Что такое солнечный зайчик? Солнечный зайчик – это такой кругляшок, он происходит от зеркала. Допустим, вот на зеркало светит солнце, и солнечный зайчик получается. Солнечный зайчик – это от солнца такой кругляшок, который там прыгает на другое, на то место. Он по стене, по дивану, по кровати прыгает, когда солнце ярко светит. Солнечный зайчик – это, например, тень. Это вот тень. Солнечный зайчик – это когда мы берем зеркало и на что-то делаем, и появляется там отложение солнечного зайчика, когда солнце светит на любое зеркало и ищет что-то. Это луч солнца. Ну-ну-ну, это зайчик такой. Если слишком свекло, может, там взять зеркало и будет. Ну-ну-ну, отражается свет от зеркала. Это когда солнце что-то отражается, например, как от зеркала, варяется такой солнечный лучик. И это и называется солнечный зайчик. То, что солнце, куда управляет свой лучик, туда и солнечный зайчик убегает. И его называют зайчик, то, что иногда и прыгает. Это такой кружок, который светится от солнца и от какого-нибудь фонарика или от зеркала. Ну, потому что он быстро помещается сюда-сюда. Ну, как заяц. Ну, не прямо как заяц. Из пальцев можно так делать, как-нибудь зайцы. Ну и вот, получается. Потому что, когда я играла, когда мне было 4 лет, я им играла дома. Ну, чтобы у нас не осталось тени. Потому что надо, ну, как будто бы прыгать настоящий зайчик. Потому что, как бы, им люди, ну, не дают настоящих игрушек. И, чаще всего, котов приучают к солнечным зайчикам. Им кажется, что это, например, такая муха-то, например. Хочется с ней так поиграть. Ну, бьется, если ночь когда. И потом включает фонарик и видит там тень. Кошечки думают, что это что-то вкусное. И поэтому охотятся, учатся. Собака может бегать за ним. А еще кошка может бегать. Потому что они могут ее, ее так, это, хватать. Когда солнце светит, его лучи летят прямо рядом друг с другом и вместе падают на землю. Но есть предметы, которые могут отражать свет. Лучик света, который упал прямо на зеркало, отрывается от своих собратьев лучей, которые на зеркало не попали. И улетает вбок в одиночестве. Солнечный зайчик – это и есть кусочек солнечного света. Такой луч, который пошел по другому пути, не так, как все. Рубрика «Четвертый лишний». Рубрика «Четвертый лишний». Рубрика «Четвертый лишний». Какое из четырех слов «лишнее»? Почему? Волк, лиса, кот, медведь. Кот. Потому что это домашние животные, а все остальные дикие. Кот. Кот – домашнее животное, а медведь, лиса, волк – они лесные животные. Ну, кот. Ну, потому что все эти животные, они дикие. А вот кот, он не дикий. Я думаю, что кот. Потому что кот не хищник. Он домашний, а все остальные не домашние. Кот. Потому что он не живет в лесу, он домашний кот. Ну, есть дикие коты? Кот. Потому что это не хищник. Кот может жить в доме. Потом он лесный. Кот. Потому что здесь звери дикие, а кота домашний. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»